Мы находимся в особенном месте Зальцбурга, на кладбище святого Себастьяна. Святой Себастьян, пронзенную стрелами фигуру которого мы видели на входе в церковь, был покровителем или святым заступником больных чумой и умирающих, садовников, городских полицейских и могильщиков, а также многих других. Святой Себастьян дал свое имя кладбищу. Это было старое кладбище, на котором хоронили умерших от чумы. Когда Вольф Титрих фон Райтенау, архиепископ, который построил знаменитый дворец Мирабель, тогда он еще назывался дворец Альтенау, для своей жены и детей, решил произвести грандиозную расчистку Зальцбурга. Ему понадобилось место перед собором. Там испокон веков находилось кладбище. Его он приказал снести. Здесь же он основал данное кладбище святого Себастьяна. Теперь хоронить нужно было здесь. Здесь похоронено много знаменитых людей. Среди них и семья Моцарта. Вольф Амадей Моцарт погребен в Вене, в могиле, которая так и не была найдена. В этой истории есть некоторые неточности. Дело в том, что Леопольд Моцарт, который назван здесь, похоронен не в этой могиле, а немного дальше, в другой части кладбища. Среди других могил мы также можем найти место захоронения Кристиана Доплера, открывшего эффект Доплера. На площади Маккарт-Плац стоит дом, в котором он родился. Здесь же похоронен еще один совершенно экстраординарный человек, Теофраст Бомбаст фон Гогенхайм, известный как Парацельс, естествоиспытатель, живший во времена Мартина Лютера. Эта история заслуживает особого внимания. Давайте сейчас взглянем на его могилу. Мы с вами находимся в нише кладбище, в храме святого Себастьяна, и можем видеть здесь надгробный памятник Парацельсу. Парацельс – естествоиспытатель, родившийся в Швейцарии, в то время известно по открытию Америки. Он родился в 1493 году, и в течение своей жизни успел поработать по всей Европе. Дважды он был в Зальцбурге, здесь же он провел последние годы своей жизни. Парацельс изменил несколько основополагающих постулатов в медицине. Во-первых, и в этом его сходство с учением Лютера о церкви и Библии, он сказал, хватит говорить на греческом и латинском, хватит говорить на иностранных языках, учите людей на их родном языке. То есть Парацельс преподавал медицину на немецком языке. Это было во-первых. А во-вторых, он отрекся от всех старых методов лечения и преподавания, известных еще по греческой и римской эпохе. Он сказал, их время прошло, нужно больше внимания уделять природе. Еще одним представителем этой эпохи была знаменитая Хильгегарда Бенгенская. После ознакомления с ее методами натуропатии, он заявил, насколько важным является правильное здоровое питание. Оно намного важнее всего, что говорили древние ученые. Ему принадлежит знаменитое выражение «одна лишь доза делает яд незаметным». Он скончался в Зальцбурге в сравнительно молодом возрасте и был похоронен здесь, в этой нише. Изначально она выглядела по-другому. Позже, во время Второй мировой войны, когда Зальцбург уже начали бомбить, монахи, которые жили здесь, были вынуждены во время каждой бомбардировки доставать останки Парацельса из отдельного стеклянного саркофага и нести их в подвал, а затем снова возвращали их на место. Когда же в Зальцбург вступили американцы, не было полной уверенности в том, что они, Парацельс-то был человеком знаменитым, не вывезут останки за пределы страны. Поэтому комендант крепости Хоэнс-Альцбург принял решение «Мы сделаем все по-своему». Он взял останки Парацельса и спрятал их в своем ночном столике в крепости, где они лежали, пока не ушли американцы. Лишь после возвращения Парацельса сюда, на свое место, был возведен данный памятник. Кладбище Святого Себастьяна, вообще-то, единственное настоящее кладбище Кампо Санто к северу от Альп. Кампо Санто пришло к нам из Италии. Самые известные из них, на мой взгляд, находятся в Пизе. Прямо за падающей башней расположено очень известное кладбище Кампо Санто. Его обязательно стоит увидеть. Кампо Санто значит следующее. Это кладбище, огороженное с четырех сторон, с могилами в нишах и небольшими алтарями. В дни смерти родственников или друзей на этих небольших алтарях могут проводиться богослужения. Возведение здесь кладбища Кампо Санто имеет еще и вторую экономическую причину. Кампо Санто построено не на церковной земле, а частично принадлежит городу, то есть его содержание оплачивает больше город, чем церковь. Вольф Титрих фон Райтенау похоронен здесь, в часовне архангела Гавриила. Вольф Титрих великий, реформатор всего, что было тогда в Зальцбурге. Он поднял всех с ног на голову, начал много строительных проектов. Это единственный из них, который был доведен до конца во время его жизни, его собственный надгробный памятник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова